На объекте повесили табличку, что это двухсекционный дом. Изначально, когда покупали мы квартиру, он предусматривался как одна секция, 22 этажа. К тому, что на караульной появится еще одна высотка, жители Покровки были не готовы. Объясняют, в микрорайоне и так плотная застройка. По проекту планировки, уверяют люди, рядом с их домами должны были построить только одну многоэтажку. Однако, рядом с ней почему-то начали возводить и вторую. Люди обеспокоены, они предпочли бы видеть на этом месте детскую площадку или сквер. Так как я являюсь мамой двух детей, естественно, меня затрагивает вопрос детских садов и школ. То есть, народ заселится, а ходить ни в сады, ни в школы некуда. Борьба за эту территорию, рассказывают местные, началась год назад. В январе 2018-го люди узнали, что рядом с их домами появится очередная высотка. Тогда же прошли публичные слушания, на которых, уверяют жители, большинство проголосовали против многоэтажки. И стройка остановилась. Вот только в феврале этого года на объекте снова появились рабочие. За забором уже виден первый этаж будущей высотки. Жители написали обращение в стройнадзор и мэрию. У нас есть ответ департамента муниципального имущества и земельных отношений, в котором прописано, что данный дом, данная блоксекция строится незаконно, и разрешение на строительство не выдавалось. Можно вот сейчас даже видеть, что объект продолжает строительство, в настоящее время прямо строится. Но даже ответ администрации рассказывают жители, не гарантия того, что строение снесут. Люди опасаются, может повториться такая же история, как с домами на Кандагарской. Ну вот смотрите, дом на Кандагарской, он рухнул, и только после этого начали, ну там газ взорвался, только после этого начали говорить о том, что это самовольное строение, что его вообще там не должно было быть, многоквартирного дома, не разрешено и так далее. И тогда начали, в общем-то, все службы вытаскивать документы, что да, мы предписывали, в течение трех лет он должен был снесен быть и так далее. У нас сейчас мы боимся, ситуация происходит примерно такая же. Все все знают, формально все соблюдается, но дом, мы как видим, растет. Стройку в микрорайоне Покровском ведет компания «Сибиряк». Там рассказали, после проведения публичных слушаний в проект планировки третьего микрорайона внесли изменения. В новой редакции появилась вторая блок-секция, то есть еще один 18-этажный дом. Осенью документ подписал глава Красноярска. Что касается разрешения на строительство, в компании подтвердили. Пока его действительно нет. Как раз над этим строители сейчас и работают. По этому проекту планировки, там предусмотрено две блок-строительства, двух блок-секций. По существу мы и практически ведем работы на двух блок-секций. Действительно у нас в настоящее время идет дооформление, в связи с тем, что межевание земельного участка до конца еще не зарегистрировано. Строители уверяют, сейчас работы на объекте не ведутся, они только забили сваи. К возведению самой высотки строители приступят, когда оформят все документы. Предположительно, это произойдет в мае. Екатерина Деревенко, Сергей Кашин, Афонтова новости.